Всем хлоути, ребятушки, с вами, как обычно, Дамриэль, и добро пожаловать на новый ролик. Продолжаем мы в Бихолдер 3, продолжаем вникать в эти интриги в министерстве, и нам нужно предотвратить масштабную реформу. Как я понимаю, скорее всего, нужно поговорить как раз с этим чуваком, который и занимается этой реформой. А где он занимается ей? В 303-м, по-моему, да? Окей, давайте, короче, подождем, пока все придут на рабочее место. Тут как раз, видите, рабочий день начинается потихоньку. Так, а ну-ка. Армин Крайнтер. По-моему, нам как раз с ним нужно поговорить. Он же вроде бы и занимается вот этой всей фигней. Так, тук-тук. Здорово, чувак. Какая хорошая погода. Пожалуй, уйду сегодня пораньше. По-моему, там дождь идет. Ну, такая себе хорошая погода, если что, ну ладно. Так, вы еще не закончили черновик реформы? Вы все еще заняты большим пакетом реформ? Я всегда занят, Шварц. Но в данный момент я пытаюсь срочно записать отца к врачу. Так, а что там, он болен, что ли? Бедный. Что с ним? Ему плохо? Да, к сожалению. Врачи расходятся во мнениях. Вот это отсутствие ясности нас с женой особенно беспокоит. Но вы ведь не для того пришли, чтобы побеседовать о моем отце. Чем вас так заинтересовала эта реформа? Вы тут уже давно что-то вынюхиваете. Ну да, я о чем и говорил. Блин, просто Шварц, ну такой вообще капец просто беспалевный. И при этом из моего кабинета исчезают документы. Ничего себе. Да, вор, видимо, совсем отчаялся. Реформа тоже подготовлена и в ближайшее время реализуется. Частью в числе пропавших были и совсем пустяковые документы. Вот дилетант. Вот именно. Но у меня закрадывается и другое подозрение. И какое же? Что кто-то пытается саботировать реформу. Чтобы было очень глупо, ведь все делается с явного разрешения великого вождя. Подобный саботаж равносилен попытке самоубийства. Кому же такое могло в голову прийти? А кто вообще мог оказаться настолько тупым? Я тоже не знаю, Шварц. Вы же знаете, что изменения невозможно остановить. Пары с котла нужно стравливать. Но теперь вы понимаете, почему ваше любопытство вызывает у меня подозрения. Лучше не суйте нос в этот проект, Шварц. А то еще вас примут за саботажника. А подобное недоразумение может иметь фатальные последствия. Да, этого мне точно не нужно. Спасибо, господин Крайнер. Так, а как поживает ваша семья? Похоже, семья для вас очень важна. Как поживают ваши близкие? Знаете, господин Шварц, я уже какое-то время ухаживаю за своим больным отцом. Никогда еще я так явно не ощущал скоротечность жизни. Прекрасно вас понимаю. Обычно люди это сознают, когда уже поздно. Мы понимаем, как драгоценно время только тогда, когда оно заканчивается. И все, да? Так, задача начата. И что? Ну, подождите. Окей, а если я еще раз поговорю? Может быть, мне все-таки нужно к нему в кабинет попасть? Может быть, еще что-то нужно забрать? Такая хорошая погода. Пожалуй, иду сегодня пораньше. Ай, ну и все, да? Так, ну, допустим. Хорошо, пойдемте купим отмычку. У меня вроде бы их нету. Я все вроде бы как потратил. Когда мы уже, кстати говоря, переедем на третий этаж? Хотелось бы уже повышения. А то что-то как-то, знаете, ну не солидно на втором этаже сидеть. Так, мне нужно оборудование. Давай-ка мне усиленную отмычку. Ну и на всякий случай, давайте камеру купим за две сотки. Мало ли что, вдруг пригодится. Ну, я думаю, что сегодня попозже мы с вами ее где-нибудь в любом случае установим. Если она нам не пригодится в офисе. И посмотрим вообще, как различается обзор от камеры первого уровня с камерой второго уровня. Так, а ну-ка. Ну, наверное, время остается только проматывать. У нас все равно других квестов нету. Занять мы свое время никак не можем по-другому, поэтому... Опа. Так. Открываем. Вроде бы они не палят, как я понял, если они находятся в коридоре. Короче, они совсем здесь слепые. Ну, может быть, частично тупые. Так, мусорное ведро. Здесь ничего нету. Ну да, смотрите, они примерно где-то час, около часа там идут на обеды. И все тусуют в кафетерии. Разговаривают друг с другом, общаются. Так, рукопись реформы. Похоже на окончательный вариант текста реформы о освобождении и передвижении. Но это вот это, да? Рукопись реформы. По-моему, это еще одна, да? Джерси. Так, а ну, подожди, давай выйдем, посмотрим инвентарь наш. Рукопись реформы. Доверенность инструкции по реформе. Предотвратить масштабную реформу. Ну так я же, по сути, это ее все предотвратил, разве нет? Может быть, ее нужно через шредер прогнать? Ну, опять же, можно ли, нужно ли это делать? Тоже хрен его знает. Ну-ка, тут я комп видел. Ну-ка, давайте попробуем воспользоваться. Может быть, он как-то поможет нам? Выберите желаемое действие. А, и все, да? Окей, я тебя понял. Короче, пришлось тут загуглить. В общем, нам нужно в 301-й поговорить вот с этим Крайнер там или Крюквер там, кто там у нас. Рюкер, во. Добрый день, господин Шварц, надеюсь, у вас что-то важное. Вот, в общем, его нужно попросить изменить реформу, черновик этой реформы. И потом подбросить вот этому чуваку в 303-й. Ну что, все еще работайте над своей таинственной реформой? А, Шварц. Нет, мое дело сделано. Теперь жду дальнейших указаний. Так, а вы следуете всем указаниям? Или нет? Вот, давайте, у меня для вас поручение, точно. У меня как раз для вас поручение, господин Рюкерт. Вы ведь небольшой поклонник этой реформы, так? Это к делу не относится. И я ответственный сотрудник. Я знал, что на вас можно положиться. И госпожа Альтман тоже это знает. Госпожа Альтман? Она поручила мне передать инструкции Стивена Хуберца тому, кто должным образом их переработает. Кому-то, кто сможет на их основе составить благоразумный текст реформы. Инструкции сформулированы довольно расплывчато из соображений безопасности, но вы это точно разберетесь. Эти инструкции поступили за дело пять? От самого Стивена Хуберца? Можете посмотреть их, не торопитесь. Давайте-ка их сюда. Ну, вроде, оформлено все правильно. Но помните, что ваша рукопись сначала пройдет через руки госпожи Альтман. Именно она будет оценивать ваш труд. Я понял. Тогда я сейчас же приступаю к работе, Шварц. Дайте мне пару часов, мне нужно сконцентрироваться. Так, вот, подождать, а потом нужно будет вот эту вот фигню готовую уже подбросить тому чуваку и забрать оригинал. Но, блин, так сходу сразу не сообразишь. Тут либо тыкаться нужно и расспрашивать всех сотрудников, и уже потом, собственно, выйти на нужный правильный вариант. Но я решил упростить задачу, так сказать. Купай, квест какой-то. Окей, запомним. Но я решил, так сказать, упростить задачу. И загуглить. Не судите строго. Так, все, забрать нужно. Рукопись новой реформы. А подожди, он что уже? А, подождите, это 201. Он, походу, уже ушел. Я вроде как его силуэт видел на выходе. Да. Блин, он уже свалил. Ох. Ну ладно. Окей. Пойдемте тоже домой. Последим, может быть, за жильцами. Может быть, что-то там интересного нового появилось. Но не может быть так в этой игре, что у меня всего лишь один квест, по сути. Ну, как бы, квест на 25 тысяч репутаций я не учитываю, потому что он сам выполнится, так или иначе. Мне ничего для этого делать не нужно. В любом случае, продавая сведения, 25 тысяч репутаций не наберешь. Это вообще нереально. Так, что у нас тут в доме-то происходит? Ну-ка, почта. Ну, в почте, говорят. Есть какие-нибудь новые новости? Масштабная реформа в сфере туризма. Ага. Слухи о освободе передвижения. Глупость. Свобода вместо реформ. Окей. Понятно. Так, хорошо. Интересно, как изменятся новости после того, как мы выполним этот квест. Они-то в любом случае должны измениться. Кстати, рукопись реформы можно за 70 баксов продать, если что. Так, справочки. Кстати, вот два таракана. Отлично. 30 баксов есть. Я вообще сюда пришел за расходниками, как обычно. Започеные эти масла, средства от накипи и прочие штуки. Кстати, Ким, походу, играть с крысой, чтобы мать не запалила, ходит к этому ларьку. Опа-на. Мусор скопился. Но вывоз еще недоступен, да? Да, походу, вывоз недоступен. По-моему, вывоз я делал как раз в конце прошлой серии. Ну ладно, что, подождем. Так, Сабина, как дела? Кто-то хотел, Фрэнк. Дай-ка денег. Держи, немного, надо должно хватить. Ты лучше, чем ничего. Спасибо, солнце. Отлично. Полтинчик мы заработали с вами. Неплохо. Блин, а что делать-то? Ну тут реально нужно ждать следующего дня. Как бы можно, конечно, на работе поскипать время, на рабочем месте почилить, так сказать. Но давайте последим за жильцами. Может быть, что-то услышим, увидим. Окно этого мы полностью осмотрели с вами. Тут у нас что? Что-нибудь новое происходит? Ну-ка, если камеру включить. Опа, вот это вот ходит. Кстати, она еще, смотрите, живет здесь. Не выселили ее. Отлично. Не, ну в принципе-то я рад. У меня все квартиры забиты. Все же, да? А нет, подождите-ка, этот же уехал, журналюга. Да, точно, дверь не выделяется. Ну-ка, что музыканты тут думают? Конечно, жаль, что у нас с вами не получилось выполнить квест с музыкантами. Очень жаль. Но, блин, кто знал, что он провалится после того, как Булхаузер уедет? Надо было подумать об этом, но я не подумал. Что уж теперь, правильно? Так, давайте отправим, может быть, инфу. Мы вроде бы там с вами что-то накапывали. Давайте проверим. Вот. Курит сигарету. Отправить. Отлично. Ну, чисто с вами так поотправляем данных. Это мало ли. Здесь у нас что? Мария. Кулики сахара, если что. Кстати, ее можно упечь за это. Играет на гитаре. Тим Гюнцель. Ну, я думаю, что с Александром они бы могли достойный, так сказать, дуэт сделать. Один играет на гитаре, другой играет на трубе. Неплохо. Так, Зулингер. По Зулингеру у нас все с вами и так ясно. Здесь у нас пусто. Ида Векерт. Играет на скрипке. Смотрите-ка, уже тройничочек нарисовывается. Ну, а почему нет? Могли бы, так сказать, домовой оркестр сделать. Ким Шварц. Играет с крысой. Сабина Шварц. Вообще никакой инфы нету. Но она, походу, суперидеальная. Так, играет на трубе. Смотрит телевизор. Но на своих мы не отправляем, повторюсь. Так, госслужащие. Мы, по-моему, с вами... Вот, Вильгельм. Да, тут, смотрите, есть кричит в небо. И медальон смерти. Отлично, отправляем. 305 мы с вами получили. Ну, а что? Пока сейчас идет ночь. Мы вот этими всеми делами-то позанимаемся. Вот эту, кстати, можно упечь. Пьет газировку. Ну, я думаю, что не надо, как бы. Ну, газировка такой себе. Но, знаете, лучше вот эту всю инфу, так сказать, хранить. Иметь в виду. Так, на Армина Крайтера у нас ничего с вами нету. И вон на Залерса тоже. Мне кажется, знаете, чем выше этажи, тем меньше компромата мы с вами можем найти. Так, ну все. Все данные отправили. Пойдемте обратно на работу. Ну, а что мне остается еще делать? Делать здесь больше-то и нечего, по сути. Так, ну-ка, а что по обслуживанию дома? Не обновилось там ничего? О, обновилось как раз. Хорошо. Давайте с вами, так сказать, убьем время тем, что обслужим наш прекрасный дом. Самый лучший дом в величайшем союзе. Ой, и вывоз мусора доступен. Прекрасно. Появилось что-нибудь там новое? Нет, только гнилые остатки еды. Фу, 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 фу. Ладно, все, погнали, короче, туда. Заберем у него рукопись. Потом, получается, подкараулем того чувака из 303-го. Дождемся, пока он уйдет. И тогда подкинем ему вот эту вот рукопись новую. А старую, да, старую нужно забрать. Там именно в гайде писалось о том, что старую обязательно нужно забрать, иначе квест будет провален. Но это, блин, логично. Если мы подбрасываем новую, то старую нужно забирать. В принципе-то все очевидно. Кстати, вот эта вот мадам еще не пришла. Нужно будет к ней зайти, окей. Если что, если что, зайдем. Так, Иван Зайлерс. Здорово. Так, Армен. А вот, кстати, тут уже тут, да? Ну-ка, здорово. Тук-тук. Добрый день, господин Шварц. Надеюсь, у вас что-то важное. Вы закончили? Ну как, рукопись реформы, наконец, готова? Все верно, дорогой господин Шварц. Вот, передаю вам с большим удовольствием. Я очень рад, что поездки за границу теперь еще более ограничены. И эти неприятные льготы для работника месяца снова отменяются. То есть, что вообще человеку без дипломатического паспорта может понадобиться за границей? Туда должны допускать только ответственных дипломатов, не так ли? Ну, не знаю. Даже не знаю. В метафоре господина Крайнерта с паровым котлом есть своя логика. Не берите чепухи, Шварц. Без дальнейших ограничений свободы передвижения нас ждала бы катастрофа. Только представьте, что бы было. Тысячи, миллионы людей могли бы просто взять и уехать из страны. Последствия такого решения для нашей страны невообразимы. Спасибо, что доверили мне это задание, Шварц. Вы знаете, ребят, как бы так, чисто отступление от, так сказать, геймплейного момента. Так, нам нужно дождаться, пока он свалит. Окей, пускай там сидит, он где-то в районе 12 часов уходит. Вот, играешь в Beholder, да? И невольно, невольно, опять же, да, повторюсь. Невольно пытаешься провести параллель с реальными событиями в мире. Жесть, конечно, но, блин. Глядишь, скоро будет так же. Господин Шварц. Эй, господин Шварц. Госпожа Байнерт, что случилось? Хотела поздравить вас с повышением. О, спасибо. Правда, теперь некому будет составить мне компанию, тут внизу. Мне жаль. Ах, ну да, ничего, я знаю, как это все работает. Но теперь, когда у вас есть доступ к отделу 3, хотел бы вас кое о чем попросить. О, начинается вот этот вот блат. Ну, конечно, помогу. Только о чем конкретно речь? Не переживайте, это сущий пустяк. Я ищу дело одной своей знакомой. Ее зовут Керстин Хэ, родилась 13 декабря. Не самые точные данные, вы можете рассказать мне что-нибудь еще? Цвет волос, любимое животное, хоть что-то. Этого достаточно, чтобы дать ее дело в базе. Больше вам знать не нужно. Для вашей же безопасности. Моей безопасности? Но вы же говорили, что это дело пустяк. Да, если вы будете осторожны. Наверное, мне следует сказать вам, что Керстин умерла. То есть, с большой вероятностью умерла. Керстин была моей невесткой и вдохновенной певицей. Настолько вдохновенной, что однажды написал чертюр вдохновенную и, естественно, угодила из-за нее в тюрьму. А песню вдохновенную пропустил я. Ну, вы знаете, как это бывает. Но с тех пор прошло уже много лет. Мне очень жаль, госпожа Байнерт. О чем вы? Керстин сама напросилась. Зачем вам вдруг понадобилось дело, Керстин? Хочется определенности. Я ничего о ней не слышал с момента ареста. Ее наверняка казнили за ее преступление. Но пока я не знаю этого точно, я не могу перестать бояться, что действия Керстин рано или поздно аукнутся мне. Скорее всего, ее делом уже давно никто не интересовался, но лучше перестраховаться. За случай превентивного заключения отвечает отдел 3. Так что прошу вас сходить туда ради меня и достать это дело. К сожалению, у меня нет нужного уровня допуска в отделе 3. А вы просто поищите, поспрашивайте. Думаю, вы лучше меня знаете, как действовать в таких ситуациях. Ну, хорошо. Я посмотрю, что можно сделать. Но обещать ничего не могу. Спасибо, господин Шварц. Окей. Ну, хорошо, поможем. Почему бы нет? Выяснить, кто из отдела 3 вел дело Керстин Хэ. Сейчас выясним. Как раз нам нужно с вами туда. А ну-ка. С кем в теории можно поговорить? Опа, этот уходит, да? Он уходит или там по кабинету уходит? Вон он стоит, видите? Да, стоит. Так, а кто бы мог... Ну, давайте вот к этому чуваку зайдем. Так, ты там что делаешь? Не, он уйдет часов в 12. Хорошо, давайте зайдем, спросим. Раз уж попросили, сделаем. Почему бы и нет? Здравствуйте. Я Фрэнк Шварц, новый сотрудник министерства. Рад встречи. Фрэнк Шварц. Приятно познакомиться. Я Томас. Томас Ноллер. Про знакомство. Может, выпьем как-нибудь вместе кофе? Поболтаем. С удовольствием. Так, кто работает над директивами об искусстве? Не подскажете, кто в вашем отделе отвечает за соблюдение государственной политики в отношении пропаганды и ее подкатегории искусства? Ну, во всяком случае, не я. А кто же? То есть, я и мой труд вас совсем не интересует? Ну, что вы, что вы. А на чем вы сейчас работаете? К сожалению, я не могу вам этого сказать. Совершенно секретно, знаете ли. Так, а что тогда было возбухать? Но спасибо, что вы поинтересовались. Ценю. Вернемся к вашему первому вопросу. Диссонирующие диссиденты, абнормальные артисты и попытки пропаганды в зоне ответственности Иван Зейлерс. Что-нибудь из этого вам подойдет? Думаю, да. Окей. Иван Зейлерс. А Иван Зейлерс у нас где? Это вот этот, по-моему, он такой. Да, он такой серьезный мужичочек в костюме. Ну-ка, даро, чувак. Походу, нам нужно будет еще за второй отмычкой идти. Здравствуйте, я Фрэнк Шварц. Я тоже работаю в министерстве. Рад встрече. В смысле? А что голос мужской? А это женщина? Серьезно? Походу, вот эта юбка. Я думал, что это мужик в этом, в костюме. Просто такой серьезный. Хе-хе-хе. Окей. Шварц, я Зейлерс. Иван Зейлерс. Потрудитесь как следует, Шварц. Хорошо. Надеюсь, вы ежедневно выполняете отжимания и приседания, Шварц? Какой кошмар. Мне, бывшему пилоту-устребителю, приходится иметь дело с такими хлюпиками. Я бы попросил. Так, вы занимаетесь задержанными артистами. Госпожа Зейлерс, это вы ведете дела приговоренных деятелей искусства? Задержание, перевоспитание, приобщение к идеологии, преследование, наказание всей этапа процесса под моим контролем. Так, вы, вероятно, разбираетесь в искусстве? У вас столько талантов. Просто невероятно. Не смешите, Шварц. Единственная музыка, которая мне действительно по душе, это мерзкий стук сапог и грохот наших автоматов. Соответственно, я идеально подхожу на эту должность. О, ну тогда вы наверняка сможете мне помочь. Я еще делал одной женщины. Ее задержали в ходе творческой деятельности. Это было несколько лет назад. Имя? Кристин Хэ. Имя этой женщины Керстин Хэ. Мне нужны полное имя, дата и место рождения, причина задержания. Секунду, сейчас уточню. Полное имя Керстин Хэнкер. Родилась 13 декабря 1950 года в городе Вилвош. Задержана полиция 7 июля 1986 года за исполнение антигосударственных песен. А дело это женщины на днях попадало мне в руки. Повторное рассмотрение в связи с предстоящими условными досрочным освобождением. Думаю, документы еще у меня. Естественно, условно-досрочное я сразу отклонила. Так как так быстро эти дела не делаются. О, вот как совпадение. Можете передать мне эти документы? Это не так просто, господин Шварц. Это дело в нашей юрисдикции. Зачем оно вам? Вы же сделали вам. Так, проблема в налоговой недоимке. Ну давайте это попробуем. В настоящее время мы работаем над переоценкой государственных активов. Как вы наверняка знаете, государство тоже владеет всем имуществом, принадлежащим заключенным преступникам. Однако нам не удалось найти файл Керстенхэ, поскольку он снова пошел в обработку в вашем отделе. Я поняла. Дело оказалось на пересечении юрисдикции. Разумеется, интерес отдела 3 перевешивает интерес отдела 2. Поэтому, очевидно, я не могу вам отдать документ. Неужели совсем ничего нельзя сделать? Господин Шварц, я думал, вы человек опытный и дальновидный. Вы это к чему? Вы не читали искусство конфликта великого вождя? Нет. То есть, читал, конечно, но давно. Не помните, что там было? Лесть и подходящие подарки повышают эффективность переговоров в любой ситуации. Намек на взяточку. Понимаю. Очень глубокая и мудрая мысль. Вы согласны? И? Что и? Вы принесли мне подарок? А может, деньгами? Вы явно лучше всех знаете, что вам нравится. Может, я отдам вам денег, чтобы вы смогли себе это купить? Вы что, пытаетесь дать мне взятку, Шварц? Деньги ваши мне не нужны. Раскиньте мозгами. Осмотритесь. Что может мне нравиться? А, ну я понял. Как придет что-нибудь в голову, принесите это мне. Тогда поговорим о вашем деле еще раз. Походу, ей нужно принести этот, как его, нож. Точно, точно. Так, этот уходит? Нет, еще не уходит. Хорошо, давайте промотаем время. Все. Здорово. До свидания. Так, ей нужно нож. Нож обязательно нож. Но других вариантов нету, судя по количеству оружия у нее в кабинете. Так. Игральные карты. Сюда мы подбрасываем подделка. Вот. Позвонить госпоже Альтман с докладом. Хорошо. Так, нож я только ночью смогу купить. Блин. Как же вот это вот неудобно все. Ну хорошо, пойдемте пока в свой кабинет. Может быть, сейчас какой-нибудь еще один квест триггерится. Почему бы нет? Позвоним оттуда Альтман. Как бы по делу Херстон. У нас с вами все под контролем. Времени на него не требуется никакого. Значит, по мере возможности выполним. Итак, набрать номер. Офигеть, у нас с вами контактов. Лотти Альтман. Алло, госпожа Альтман? Да. Я подменил рукопись реформы в кабинете Армина Крейнарта на исправленную версию от Филиппа Рюкерта. Господин Рюкерт проделал большую работу, скажу я вам. Теперь ездить во вражеские страны будет не так просто. Вы молодец, Шварц. Вы уберегли страну от хаоса немысленных масштабов. Отличная работа. Так, новая директива. Владение загранпаспортом крайне непатриотично и поэтому запрещено. Нифига себе. Ну-ка, давайте почитаем директиву. Почему бы и да. Так, а, ну тут все, да? 6, 0, 3, 5. Хорошо. Все. И никаких квестов. Кстати, 23 275 у нас. Очков репутации. Генеральная уборка. Так, у нас еще счет за вывоз мусора. А ее парасоте оплатить. Все отлично. Пойдемте, кто там нам звонит. То, что от нас вообще хочет. Аллоу, Шварц на проводе. Алло, говорит Фрэнк Шварц. Вы проделали очень хорошую работу с реформой о выездах Шварц. Стивен Хубертс в ярости на Армина Крайнерта за то, что он перее... И начал суть реформы. Пожалуй, теперь Хубертс уже не с таким энтузиазмом будет защищать Крайнерта, как раньше. Вы так думаете? Да, дни Крайнерта сочтены. Если доведете дело до конца, у вас может появиться возможность продвинуться вверх. До конца? Продвинуться? Не стройте из себя тугодума. Как вы знаете, Крайнерт для нас уже давно как заноза в Баку. Позаботьтесь о том, чтобы его устранили. Вам нужны всего лишь улики, настоящие или подложные. Затем донесите на него, и перед вами откроется путь наверх. Конечно, при условии, что ваша репутация в министерстве будет достаточно прочной. Все остальное зависит от вас. Опа-на! Найти компромат на Армина Крайнерта. Походу, ребят, наклевывается повышение. Прекрасно. Единственное, что я бы хотел тут уточнить. Карьерная лестница. Генеральная уборка. А, нам 5000 репутации дадут. Так что в любом случае 25 тысяч у нас будет. И нас в любом случае повысят. Так, Крайнерт. Это получается вот как раз которому мы подбрасывали подельный вот этот черновик. Окей. Хорошо, тогда смотрите, что я сейчас делаю. В любом случае нам нужна отмычка, так или иначе. Так, мне нужно оборудование. Продай-ка мне отмычку. Плюс, плюс, плюс. Что нам еще нужно? Нам нужно какую-то нелегальную штуку купить. Потому что я осматривал все кабинеты в отделе 3. И ничего нелегального, в принципе, вообще ни у кого не было. Так что ждем тогда барыгу. Ждем барыгу. Приобретаем у него, что нам нужно. Да и все, в принципе. А, ну и плюс подарок. Вот этой вот. Иван Зейлерс нужно тоже взять. Хотя, с другой стороны, можно было бы выкрасть это дело. Но, блин, мы с ней разговаривали. Кстати, ну-ка в кустах есть чем. Мы с ней разговаривали. И если бы мы украли вот эту вот всю фигню. То мне кажется... Ну, она бы заподозрила нас как минимум. Так что такое себе решение на самом деле. Так. Я бы хотел купить что-нибудь. Может продать вот эту рукопись реформы? Хотя, подождите. Нет. Пока не буду продавать. Нафиг надо. А то вдруг еще понадобится. Да и как бы с деньгами у нас вроде проблем нету. Всего тогда ждем барыгу, получается. Я просто не знаю, что еще можно делать. Может, конечно... Ну-ка, давайте проверим по камерам. Опа-на. Занимается своими грязными делами. Ой, дает. Вот дает. Так, а ты что делаешь? А нифига не видно, что он делает. Видите? Окей, ладно. Ну-ка, сдать я могу, кстати, квартиру? Но, скорее всего, нет. Там только сдавать ее можно по квестам. Сдать? А, смотрите, камагу. Петер Прангер. Мужчина, 30 лет. Холост, почтальон, авантюрист. Юлия Шаржбергер. Женщина, 24 года. Не замужем. Работница банка. Альберт Бюлов. Мужчина, 30 лет. Холост, камиво и жор. Зинтересован в новых знакомствах. Анне Мари Пинкерт. Блин, хрен выговоришь с первого раза. Пенсионерка. Ищет хорошую, тихую квартиру. Давайте возьмем вот эту вот молодую деваху. 24 года. И хорошо, сдать. Все отлично. Вот и все. Так, новый счет. Операция Александра. Чего? Вы че, с ума сошли? Уважаемый господин Шварц. Ваш сын пострадал в результате несчастного случая. Находится в реанимации. Травма нижнего отдела позвоночника потребует хирургического вмешательства в ближайшие несколько лет. Пожалуйста, перечислите полную предоплату за операцию. В этот срок платим на случай. Мы не сможем ему помочь. Ёпара с этой... А почему мне Сабина об этом ничего не говорит? Ё-моё, вот это вот жесть. Ну-ка, тут что у нас? Опять мусор скопился. Не буду пока его проверять. Чего? Так, Сабина. Случилось нечто ужасное. Алекс в больнице. Ему срочно нужна операция. Что? Как? Откуда ты это узнала? Пришло письмо со счетом за операцию. Необходимо полная предоплата. Какая операция? Что вообще произошло? В письме говорится, что Алекс получил травму ночью на турслете. Он неудачно упал, и теперь ему нужна операция. Фрэнк, она ужасно дорогая, но нужно где-то достать эти деньги. Врач пишет, что у Алекса поврежден позвоночник. Если не прооперировать его сейчас, он никогда больше не сможет ходить. Успокойся. Сабина, постарайся успокоиться. Эту проблему можно решить только с ясной головой. Я спокойна. Но деньги на операцию собрать нужно. Моей зарплаты едва хватит нам на жизнь. Обещаю, что успеешь собрать сумму к сроку, Фрэнк. Ради нашего мальчика. Так, не переживай. Конечно, солнце. Я найду способ. Мы справимся. Офигеть. 118 часов нам дается на операцию Алекса. Оплатить ее. Блин, походу, ребят, надо будет воровать. Походу, да. Так, а что я хотел сделать? А ну-ка. О, кстати, мадам это пришла уже. Давайте-ка с ней познакомимся, может быть. Может, что-то узнаем. А хотя подождите, нафига что-то узнавать? Мы сейчас зайдем сюда. Сразу соберем инфу. Все, капец, ребят, нам нужны деньги. Вот эти вот 6000, которые мы с вами потратили, помните, в прошлый раз. На шантаж. Они бы сейчас нам очень пригодились. Да уж, блин. Так, ладно. Диван. Коллекция марок. Опа-на. Спалила, что ли? А как она спалила? Эу. Если что, я сейчас не могу управлять так, как будто меня спалили. Ну. Пожалуйста, выйдите из моей квартиры. Извините, я просто хотел проверить батареи. Ясно, ясно. Ну, теперь уходите. Уже ушел. Офигеть. Окей, ладно. Я не понимаю, как она меня запалила. Может, она как-то резко телепортировалась в квартиру. Так, хорошо. Где барыга? Здорово. Блин, это жесть какая-то. Так, что продаете? Что можно купить? Вот, нож мне нужен 100%. Давайте, берем нож. Это будет подарок. А что запрещенного? Сахар? За 600 баксов. Ну, вариант только сахар. Паспорт слишком дорого. Лампочка. Всякая неиспользуемая лампочка. Преступное расточительство. Давайте за 300 купим лампочку. У нас сейчас бюджет очень ограничен. Ну, и все. Да. Блин, капец. А как бы Алекс, это жалко. А что мне косарь остался? Подождите. А что мне остался косарь? На что я потратил? Не помню. Ну, ладно, хорошо. Так, может быть, с утра поедем? Ну-ка, кстати, что по камерам? По камерам все тихо. Да, по камерам все тихо. Смотреть здесь нечего. Пойдемте, может быть, так как она спит, зайдем к ней в квартиру. Попробуем пошмонать. Блин, я не помню, куда у меня деньги-то делись. Или я прям столько потратил, что ли? Ну, как бы ладно, хорошо. Я надеюсь, у нас получится с вами накопить бабос. А, вот она, она спит. Хорошо. Ой, да. Одна беда за другой. Шварцу можно только посочувствовать. В связи со всеми событиями, которые ему на голову упали. Средства для накипи, кстати говоря. Если не будет хватать, можем с вами взять отсюда. Если друг денег, вернее, на него не будет. Современный словарь нам тоже не нужен. Так, кухня, стол. Пачка тестов на беременность. О-о-о. Интересно. Возможно, это можно будет как-то применить к ней. Ну, я имею в виду к сюжету самому. Связанном с этой женщиной. Так, подожди. Какой? Вот это вот выбирай. Да выбери ты кухню, е-мое. Выбирается стол. Так, зеленое яблоко, сахар. Ну, кстати, мы могли отсюда сахар спереть, по сути, и его подбросить. Ну, да ладно. Так, что у нас тут? Стол, стул, мы все осмотрели. Ну, все, пойдемте отсюда. Так, быстренько бежим на работу. Мне кажется, я сейчас не успею найти компромат. Надеюсь, что успею. 6.30. Ну, вроде бы, вроде бы они еще не пришли в это время. Хотя, пока, блин, добегу, уже начнется рабочий день. Ладно, в любом случае, мы с вами что сейчас сделаем? Мы сейчас по поводу Керстин Хэр сберемся. Плюс, что мы еще сделаем? Дождемся, если что, подбросим вот этот вот компромат вот этому чуваку. Он в любом случае где-то в обед примерно уходит. Так что все нормально, мы в любом случае это сделаем днем. Не нужно будет ждать ночи. Так, ты кто? Армин Крайнерд. Хорошо. Это пришла? Нет, это не пришла. Еще, знаете, у меня мысль какая возникла? Когда мы будем подбрасывать компромат вот этому Армину, мы, наверное, все его вещи заберем, чтобы продать их. Так, Иван Зеллерс. Вот. Именно она нам и нужна. Так. Тук-тук. Давай-ка. Я надеюсь, что нож ей подойдет. А, точно, вот куда бабки делись. Я же нож купил, е-мое. Стоять, Ать-2. Зачем пришли? Так, насчет дела Кирсенхэ. Вы не могли бы передать мне дело Кирсенхэ, пожалуйста? Возьмите себя в руки, Шварц. Из-за каких-то несчастных бумажек вы кланитесь, как жалкий попрошайка. Вы подумали о том, что я вам говорила? Вы мне что-нибудь принесли? А как вам этот нож? Как вам нравится этот нож? Я подумал, он вам подойдет. Неплохо, Шварц. Мне нравится, давайте его сюда. Только осторожно. В руках дилетантов такие штуки опасны. В руках профессионалов, разумеется, тем более. Прошу. Должна признать, вы меня удивили, Шварц. Хорошая вещь. Рада, что не перевелись еще люди, способные мыслить стратегически. Солдат из вас никогда не выйдет, но все же вы не совсем бесполезны. Вот ваше дело, Шварц, так держать. Так, отлично. Отнести Сюзанне Байнерт дело. Хорошо. Она нам заплатит за это? Блин, все-таки этот нож довольно-таки дорого нам стоил. Хотелось бы получить какую-то солидную награду. Так, тук-тук. Добрый день, господин Шварц. Чем могу помочь? Дело у меня. Вот, я нашел дело Керстенхэ. О, да вы просто работник года. Как здорово. Давайте его сюда. Госпожа Керстенхэнкер, дата рождения 13 декабря. Да, да, это все мы знаем. О, вот. Арестована и осуждена за распространение крамовольной пропаганды в звуковой форме. Пожизненное заключение. Дополнительную информацию смотри в соответствующем административном акте. Но это значит, что Керстен жива. Вы как будто совсем не рады. Даже не знаю, стоит ли этому радоваться. То есть, стоит ли надеяться. А вам нравилась Керстен? Ну, в целом, да. Она всегда была со мной обходительна. В отличие от ее муженька, моего брата. Керстенхэнкер... Постойте, госпожа Байнер, как зовут вашего брата? Вольф. Вольф Хэнкер. Да ладно? Серьезно? Вы что, его знаете? Конечно, знаю. Так это же один из моих жильцов. Что вы говорите? Я даже не знала, что он снова в городе. Вот, так совпадение. Обязательно расскажу ему, что мы с вами коллеги. Можете не утруждаться. Мои дела брата не интересуют. Мы с Вольфом уже давно не общаемся. Он сильно изменился после смерти Керстен. Его интересует только он сам и его нелепая борьба против системы. Но почему же? Могу я спросить, что между вами произошло? Пожалуйста, не принимайте на свой счет. На вас это не касается, господин Шварц. Само собой, госпожа Байнер. Но вы не могли бы показать ему дело Керстен? Если он увидит, что Керстен жива, может это пробудит в нем что-нибудь? Что-нибудь хорошее? С радостью. Тогда я придержу дело у себя и покажу ему, хорошо? Вы ужасно добры, господин Шварц. Как же мне вас отблагодарить? Свяжу вам на зиму красивый шарф из кошачьей шерсти. Никогда не помешает. Это очень мило с вашей стороны, госпожа Байнер. В смысле? Нафига мне шарф и 240 долларов? Ты мне заплати хотя бы за нож. Как мне операцию сына оплатить? Ну ладно. Показать Вольфу Хенкеру дело Керстен. Отлично. Так, подождите, пойдемте-ка наверх. На третий этаж. Подбросим сейчас тогда все вот это вот дело. Где он тут у нас? Вот, ждем, проматываем время. Сейчас подбросим ему компромат. 640, счет завода, вы че? О, а че столько много? Ё-моё, а как мне Алекса-то спасти? У нас, по сути, осталось сколько? 105 часов? Я не знаю. Я не знаю, где быстро заработать бабки. Серьезно, что ли, воровать придется? Ну это же жесть. Нет, я не хочу воровать. Но, походу, надо. Так, забираем с вами что? Игральные карты. Вот эту вот рукопись поделкой я не буду забирать. Мало ли что. Вдруг я че-то поломаю. Так, джерси забираем. Здесь у нас что? Здесь у нас, по-моему, что-то было. Или не было ничего, не помню. Нет, здесь ничего нету. И мусорку проверим напоследочек. Наверное, в стол ему подбросим сахар. Это же вроде как запрещенка, я правильно понимаю? Вроде да. Вроде запрещенка. Так, сахар, сахар, сахар. Где у нас сахар? Я же сахар покупал. А, нет, лампочка. Во. Вот. Фотографируем новая улика. Лампочка. Так, отправить донос в полицию. Отлично. Идем, отправляем донос. И получаем повышение по службе. Но, знаете, вот нету никакой радости в этом. Учитывая то, что произошло с Алексом. Так, нет, подожди, не звонить. Отправить. Вот, отправить нам нужно. Нету радости в этом. А какая нафиг радость может быть? Так, досье, шантаж, донос. Вот, донос. Госслужащие. Армин Крайнерт. Улики. Лампочка. Вот. Расточительством занимается. Так, а какая-то директива, связанная с лампочкой. Я постоянно забываю, что нужно выбирать нужную директиву. Лампочка, лампочка, лампочка. Я же надеюсь, не вышло никакой реформы. Нет. 6-0-1-6. 6-0-1-6. Вижу. Все, отправить. Форма принята. Отлично. Так, пойдемте смотреть. Пойдемте смотреть, как его арестуют. Где он там вообще находится в кафетерии? Нет. Да уж. Получим сейчас с вами повышение. Да, круто вроде бы. Но такое себе, короче. Ну что. Готовься, Армин Крайнерт. Сейчас. За тобой идет дядя-полицай. Как всегда, сейчас шокером, да? Но да. Это универсальный метод здесь. Обезвреживание. Ну иди. И опять он куда-то пропал. Что за баги? Ой, ладно. Хорошо. Так, оплатить операцию. 25 единиц репутации. Показать Вольфу Хенкеру дело Керстен. Короче, поехали домой. Я тогда продам все, что я с ты взял оттуда. А потом, я думаю, что Альпен нам сама позвонит. И скажет, что вот, типа, мы тебя назначаем на новую должность в отдел 3. Да и все. И, наверное, будем на этом заканчивать. Сейчас еще интересно, что Вольф Хенкер скажет вообще на это все дело. Что он скажет? Может быть, может быть, он как-то будет выходить из дома, чтобы я пошмонал их квартиру. Ну, а почему бы нет? Правильно? Так, я бы хотел что-нибудь купить. Вернее, что-нибудь продать. 70 баксов стоит Джерси. Так, инвентарь Фрэнка. У меня еще бургер появился. Откуда у меня бургер? Ладно, давайте все продадим. Так, 725 долларов у нас. Капец, если так дальше попрет, то я не смогу, блин, вообще счета даже дома оплачивать. Там телефон уже звонит. Ну, походу, как раз-таки звонит Альтман, чтобы поздравить меня с назначением. Но для начала давайте обслужим дом. Походу, я его долго не обслуживал. Из-за этого у меня счет довольно-таки большой пришел. Капец, 600 баксов. Вы че? Так, это здесь ничего не стоит. Ну, косарь у нас есть. Еще 9 тысяч надо найти. Где его найти, я вообще понятия не имею. Так, давайте возьмем трубку. Алло, Шварц слушает. Мне уже доложили, что произошло. Армина Крайнера арестовали. Надо же, какое совпадение. Да, я тоже слышал. Что плохо для Армина Крайнерта, то хорошо для Фрэнка Шварца. У меня тут освободился кабинет, а вы заслужили повышение. Так что, прощу вас на место Крайнера в отдел 3. То есть, когда кабинет освободился, туда можно переехать? Секунду, сейчас уточню. Все ли требования вы выполняете? Да. Результаты на удивление хорошие. Что ж, тогда поздравляю. Меня повысили? Именно, вы переходите в отдел 3. Я могу быть уверен, что мне не придется жалеть об этом решении. На все 100? Ну, конечно, на все 100%. Это я и хотел услышать. Можете переезжать в свой новый кабинет в отделе 3. Так, отлично, все, пропуск вы получили. А, соответственно, мы получили допуск на четвертый этаж. И можем с вами сходить на четвертый этаж уже. И там пошмонать. Но я думаю, что займемся этим уже в следующей серии. Так, давайте сходим к Хенкеру. Сходим к Хенкеру. Покажем ему вот это вот дело. Его жены. Добрый день, господин Шварц. Так, я доставил потрепанный конверт. О, давайте-ка вот это спросим. Я передал ваш конверт господину Мюллеру лично в руки. Отлично. Я смотрю, ты, чувак, надежный. Вот тебе моя скромная благодарность, как полагается. О-о-о. Вот это приятно. Насчет вашей жены. Эм, у вас найдется минутка? У меня к вам личный вопрос. Извини, Шварц, я сейчас не в настроении вести светские беседы. Слишком много дел. Мне нужно срочно... Речь о Керстин, вашей жене. Керстин? Откуда? Как это понимать? Кто тебя прислал? Завязывай с этими играми. Никто меня не присылал. Для начала попробуйте успокоиться. Я хотел сказать, что говорил с вашей сестрой, Сюзанной. Сюзанной? Опять она сует свой нос чужие дела. Оставь меня в покое, Шварц. Керстин мертва. Она умерла, козел. Исчезни, Шварц. А не то. Но Керстин жива. Что? Вот это дело, Керстин. Я нашел в министерстве. Из этого следует, что она до сих пор под арестом, но жива. Но... Это же... Моя Керстин. Да. И она отбывает превентивное заключение, где именно здесь не указано. Я не знал. Все эти годы я думал, что она мертва. Вы ничего об этом не знали? Вы правда все это время считали, что Керстин умерла? Я не хотел в это верить. Но шли месяцы, годы, а вести о ней все не было. В какой-то момент благоразумие взяло вверх над моей отчаянной надеждой. Любой ребенок тебе скажет, что в лагерях никто долго не живет. Даже моя Керстин, какой бы сильной она ни была, по крайней мере так я думал до сих пор, справедливо ли меня за это винить? Так, насчет Керстин. А что вообще случилось, Керстин? Ее посадили. Безжалостно схватили и упекли за решетку. Из-за одной чертовой песни. Бессмысленной, слыщавой, дурацкой песни. Но она пела ее с таким чувством, от всего сердца. Наверное, эта песенка показалась каким-то шишком слишком веселой. Подумать только. Вдруг она напомнила бы людям, каково это, быть счастливым, беззаботными и свободными. А министерские свиньи этого жуть как боятся, что люди снова почувствуют радость и что-то поймут, вспомнят ценности, за которые стоит бороться. Керстин дала людям надежду. Каплю уверенности в завтрашнем дне зажгла огонь в их сердцах. За это ее посадили. Так, а что сделали вы? И что же, вы ничего не предприняли? Звучит так, будто с Керстин был ужасным... Случай с Керстин был ужасным недоразумением. Недоразумением? Очнись, мужик! Мы живем в государстве, которое рассматривает собственных граждан как угрозу. Думаешь, я не знаю, что ты следишь за всеми жильцами? Но мы тут все, как паньки, играем свои роли, чтобы самим не попасть под прицел правительства. И так, из-за сильных мира сего, мы превращаем жизнь друг друга в ад. В этой стране мы все в тюрьме, сами и заключенные, и надзиратели. У нас одна надежда — выжить. Я понимаю. Я понимаю, о чем вы, господин Хеннекер. Ты тоже заключенный, Шварц, и при этом старательный тюремщик. Естественно, я сделал все, что мог, чтобы вызволить Керстин. Но куда бы я ни звонил, что бы я ни делал, я везде утыкался в сплошную стену умолчания. Когда я начал протестовать публично, исполняя песни Керстин, из нас двоих голос у нее всегда был лучше, но мне было все равно. Я везде рассказывал ее историю, везде играл ее песни. И все это в робкой надежде, что красота музыки и жестокая несправедливость случившегося с Керстин стряхнет людей и побудит их к действию. Но ничего не вышло. Вместо этого мне дали понять, что мое поведение только ухудшит положение Керстин. Мне пригрозили, что если я не прекращу свои расспросы и протесты, Керстин умрет. И тогда я сдался. Тем самым отрекся от Керстин. Было проще думать, что она умерла. Я поклялся себе, что если не смогу спасти Керстин, то подорву всю эту проклятую систему вместе с собой. Но я никогда ее не забывал. Никогда. Насчет дела. Но теперь вы знаете, что Керстин еще жива. Вы же можете что-нибудь сделать. А что? У меня руки связаны. Керстин жива. Это самое главное. Может быть вам удастся узнать, где ее держат? А потом можно направить силы на ее освобождение? Ну что? Сейчас у меня хотя бы зацепка есть. Но тебе придется мне помочь, Шварц. Что, мне? У тебя есть допуск в министерство, и ты доказал, что ты добрый, порядочный человек. Пожалуйста, выясни, где держат Керстин. Ну, я попробую выяснить. Спасибо. Не знаю, поможет ли это, но один из моих людей рассказывал мне об исправительном лагере Седые Дубы, в котором якобы содержат деятели искусства. Так что обязательно разузнай что-нибудь об этом лагере. Это будет хорошей отправной точкой. Я попробую. Ладно, я посмотрю, что я могу сделать. Спасибо, Шварц. Да, это жесть вообще, конечно. Я думал, что квест на этом закончится. А вот, как оказывается, начинается новый, судя по всему, какой-то большой квест. Ладно, капец, сегодня серия подзатянулась немного. Но я думаю, что, возможно, вы будете только рады. Давайте посмотрим почту. Границы открыты. Отныне границы открыты для всех граждан. В смысле? Я же предотвратил. Тринди оставаться дома. Нужно вырваться на свободу. Окей. Ладно, короче. Все, это просто какая-то жесть. С Алексом нужно что-то делать. Нужно наваривать как-то бабки. Я не знаю. Ну, блин. Будем воровать, собирать данные, стучать, еще что-нибудь делать. В общем, займемся всем этим уже в следующей серии. Ну, а пока что пишите ваши комментарии. А ссылка на плейлист со всеми сериями по игре Beholder 3 будет находиться в описании под роликом. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, чтобы не пропустить новые видосики. Ну, а с вами был Адамриэль. Всем год давайте, ребятушки. И до новых встреч.